Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу в прямом эфире и сейчас мы проведем такую политическую дискуссию связанную со всем известным событием с всем известным событием 29 августа состоятся неочередные выборы в Рижскую Думу и мы будем пытаться в ближайшие дни в ближайшие недели прояснить позицию участников предвыборной кампании по тем или иным важным вопросам для всех рижан и сегодня у нас в гостях представители двух партий это бывший министр экономики кандидат в мэр от партии КПВ Ральф Немир я думаю те кто следят за политикой я думаю помнят что Ральф Немир вернулся в Сейм и сейчас возглавляет комиссию Сейма по народному хозяйству, добрый день еще раз и еще один гость у нас сегодня представитель партии Согласия руководитель Рижской организации партии Согласия и бывший депутат Рижской думы Сандрис Берговниц, добрый день может быть начнем с той темы которая действительно в последние дни в последние недели будоражит умы Рижана и не только поскольку вот эта новая кадастровая стоимость если она вступит в силу она ударит по всем жителям Латвии и естественно по всем кто имеет недвижимость речь идет не только о жилом фонде но и о нежилом фонде о коммерческих помещениях о земле вот обо всем об этом мы поговорим может быть такой первый вопрос господин Немир все таки как вам кажется зачем вообще вот эта новая консервативная партия и министр юстиции господин Борденс вышел вот с этим проектом новой кадастровой стоимости для чего это сейчас было сделано и действительно была ли необходимость вот в этой новой кадастровой стоимости как вам кажется? Вы знаете, во-первых надо думать о том когда такая информация у нас появляется мы понимаем то что сейчас время ковид наоборот у людей доходы снижаются и взвышать кадастровые стоимости и собирать деньги с людей на данный момент совершенно нецелесообразно я хочу здесь добавить что в принципе здесь три аспекта во-первых возвышается налог на недвижимость во-вторых все сделки которые будут связаны с недвижимостью мы платим в земельной книге 2% тоже опять же еще дороже это тоже связано и извините и третий момент в принципе связано с тем дома которые арендуют землю под домом например это Пурциемс там опять же будут кадастровые стоимости повышаться и от кадастровой стоимости надо платить соответствующий взнос здесь не только налог на недвижимость но в принципе три платежа возвышается я совершенно такую позицию не поддерживаю и в Рижской думе конечно нам надо будет думать о разных льготах но извините эта партия тоже кандидирует на выборы с одной рукой отдает с другой отбирает да это очень странно как вам кажется точнее даже не кажется такой вопрос задам все-таки а почему в правящей коалиции внутри коалиции господин Бонус сначала не обсудил этот вопрос а потом уже бы вышел публичный может он сначала вышел а потом говорит ну мы в коалиции обсудим какие есть варианты может сначала надо было это сделать вы знаете здесь вопрос стоит в том что эти кадастровые стоимости министерства юстиции надо было уже идти в сейм в прошлом году в прошлом году с голосованием мы отложили на год но в любом случае надо было этому вопросу быть в комплексе и цены на недвижимость сопоставить с кадастровой стоимость но снижать соответствующие их взносы потому что мы понимаем что цены изменяются почему сейчас это происходило настолько необдуманно но мы видим значит то есть министр юстиции вышел с таким вопросом и сразу как бы дал ручник и начал рассказывать что это все сделали чиновники а не он я думаю что это немножко как бы такое лукавство то есть и несовершенно правильно этот весь процесс был он должен был быть издискутирован и во вторых сейчас происходило абсолютно непредвиденное обстоятельство ковид коронавирус я думаю что надо думать о тех взносах которые люди способны заплатить а не их взвышать я думаю что надо наоборот их уменьшать как вы считаете я знаю что у вас все таки есть опыт работы с недвижимостью ведь это фактически все повлияет негативно кроме того налог может это же так очень ударить и по рынку недвижимости во первых или цены подскочат и для тех же семей с детьми будет очень сложно купить эту недвижимость как вам все это видится ну во первых вы правы насчет налога он в некоторых местах удвоится и утроится но я хочу сказать насчет вот этого заявления Борданса что вы не забудьте что он сказал что в правительстве что я могу сделать никто не предлагал и поэтому свои варианты никто не предлагал поэтому я предложил свой но не надо было ли согласовать этот вариант с другими как говорится обсудить потому что вы правильно заметили мой бизнес связан с недвижимостью я с этим с этим скажем бизнесом не на вы а на ты я вам могу сказать что с 2000-х лет с 2000-х лет катастральная стоимость ну чтобы не соврать повысилась уже ну раз 10 как только менялось правительство как только менялась вот этот земляная служба госземляная служба все время как говорится целеустремленно повышали эту кадастральную стоимость и если вы посмотрите сейчас как она изменилась то с этой новой реформы я могу вам это потому что я сам проверял эта кадастральная стоимость даже в некоторых местах в 2 и 3 раза превышает рыночную стоимость и это неприемлемо потому что те люди которые будут этим страдать это те люди которые имеют многоквартирные в многоквартирных домах приватизированные квартиры и которым свое время это тоже было ошибочное решение не дали приватизировать вот эту землю под их домами и сейчас получится что они заложники этой ситуации будет и еще я вам могу сказать что эта земля под многоквартирными домами никогда на рынке ее нельзя продать если сейчас посмотреть новые прогнозируемые стоимости и близко эти люди если бы они например решили продать вот эту землю кому-то другому или же сами купить то эта стоимость вообще десятикратно превышает рыночную стоимость и это абсурд который сделал сейчас министр юстиции такого вообще не может быть вообще по определению и ему это видимо не интересует потому что самое главное обещать людям 3 по 500 я помню что еще там были за обещания и в итоге получается что люди получают двухкратный или трехкратный размере налог как они это потянет что будет я только могу надеяться что правительство или остаток остатков правительства которые еще здраво мыслют будет здравый ум и они это не допустят чтобы принять несправедливое я считаю повышение кадастральной стоимости а чиновники как он называл что виноваты чиновники это не я но чиновники подчиняются ему одно его слово и чиновники будут делать так как скажет министр о чем он вообще что он несет как говорится на русском языке я думаю что прятаться за чиновников тоже совершенно так то же самое что с временной администрацией ну конечно конечно временная администрация уже здесь работает больше чем 6 месяцев они все министерство критиковало предыдущие думы но мы не видим никаких существенных изменений по недвижимости здесь немножко надо напомнить то что вопрос разделенного имущества тоже министерство юстиции вопрос это их ответственность это их ответственность то есть это не решено десятки лет давайте решать этот вопрос что мы сразу бежим и думаем о кадастровых стоимостях наверняка вопрос решения раздельного имущества намного сложнее решить там надо интеллектуальный капитет а здесь поднять кадастровые стоимости и создать формулу наверняка намного проще и во вторых наверняка и проще администрировать у кого недвижимость давай плати, да, с такой точки зрения, а если вопрос надо решать по разделенному имуществу, ну, там намного больше комплексов, да, то есть, комплицированное решение. Я все-таки воспользуюсь тем, что, да, вы хотите добавить. Да, я еще хочу добавить, что Ральф сказал насчет этих 2%, да, я хочу сказать, что 2% это если покупает и продает, например, недвижимость, да, 3% если подарок, да, 5% если фирма, да, то есть, и… И это все от кадастров. Да, если вот помните, которые тоже недвижимостью занимались, раньше было вот так называемый грест и потолок, да, было 36 тысяч лат, если не ошибаюсь, да, что вот это максимальная сумма, из чего вычислялись эти проценты. Сейчас этот потолок давно уже там 10 или 12 лет назад уже он отменен, да, то есть, я считаю, что налог на недвижимость полностью гасит, вот, как вам сказать, приносит в кассу, да, те налоги, которые нужны. Нет смысла поднимать сейчас вот эту катастральную стоимость, потому что всегда при сделках, при недвижимости, да, все равно берется налог на эту регистрацию на недвижимость или короборацию, да, как правильно юридически называемый этот процесс, сумму, которая выше, да, то есть, если продажная, если, например, катастральная сумма там 100 тысяч, а продажная сумма этой недвижимости 200 тысяч, тогда берется сумма вот эти 2% от 200 тысяч, или 3%, или 5%, да, и это уже немалые деньги, да, то есть, мы хотим еще и это взять, да, помните, раньше было, что не было вот этого, ну, сейчас тоже есть, но только в некоторых случаях, да, есть еще дополнительный налог на прибыль, да, 25%, раньше такого налога нету, не было, сейчас этот налог тоже есть в недвижимости, да, то есть, получается, ты плочишь 2 раза налоги, если ты приобретаешь там какую-либо недвижимость, а потом уже еще огромный налог тебе сейчас, ну, хотят заставить платить каждый год, хотя те катастральные стоимости, которые и сейчас актуальны, да, ну, я вам скажу, в некоторых местах они уже пришли к крыночной стоимости, да. Господин Эмир, все-таки я хочу вас спросить тем, что вы у нас в студии и спросить, задать вопрос как бывшего министра экономики, я помню, что когда вы пришли в министерство экономики, вы попытались все-таки вот сдвинуть эту проблему КОС или ОИК, коэффициенты обязательной закупки зеленой энергии с мертвой точки и даже удалось понизить тарифы на доставку электроэнергии. Сейчас я помню, что ваши же коллеги по КПВЛВ все-таки предложили поправки в закон о рынке электроэнергии, который предусматривает все-таки ликвидацию КОС. Чем все закончилось? Поскольку я так понял, что многие в коалиции были недовольны этим решением, я так понял, осенью все будет продолжение дискуссии, да? Да, ну значит, этот вопрос как бы остался на министерстве экономики, но в принципе связан с пятью министерствами финансов, середы, земледелия, министерством экономики и транспортом. То есть, да. Все связано. И если вы хотите ликвидировать КОС, вам надо получить, во-первых, поддержку чиновников, во-вторых, политическую поддержку и проголосовать еще в кабинете. Но я подал этот законопроект в СЭИМ сам лично и в конце концов тоже получил аберрат сам себе в соответствующие комиссии. Мы его продвигаем в полной силы вперед. Конечно, он намного жестче, но жестче с такой стороны, что я считаю, что создать ОИК было политическим решением и отменить ему тоже надо быть политическим решением. Сейчас процесс продвигается вперед. В то время, когда СЭИМ созовет собрание, это, наверное, будет в сентябре, уже должно пройти первое чтение. В отличие от того, как работает министерство и как работает СЭИМ, здесь очень жесткие сроки, когда надо подать свои поправки. Поправки подали, дискутируем, идем дальше. Не подали, вообще тогда не дискутируем. И уже второе чтение, третье чтение, и идет это все на ликвидацию. Конечно, до того времени мы не стояли сложа руки, мы с министром и внутренних дел тоже работали. Над снижением ОИК в Министерстве экономики, чтобы аннулировать лицензии тем, которые были, в принципе, ворами, если так можно сказать. Потому что воровали деньги с государства, и начались несколько криминальных процессов. То есть, в этом плане мы работали... То есть, они фактически не получали дотации, но эту энергию не производили, да? Или манипуляции? Наоборот, там были манипуляции, и было такое, что каждая станция должна быть с самопотребностью. То есть, лампочка горит, значит, уже не одинаково, сколько наделал и столько сдал. И там были такие, которые сдали даже больше, чем они потребили. Это явное было нарушение, да? Законопереступление, то есть, преступление, да? И эти вопросы мы решали. Снижение в то время, когда я работал министром экономики, было 34,5 миллионов евро. То есть, ну, в этом плане не заплатили жители, да? В этом плане. Да. Вот еще, может быть, тема, поскольку у нас все-таки выбор в Рижскую Думу, наверное, если спросить людей на улице, что их больше всего интересует. Да, вот кроме социальных пособий, понятно, что, и кроме вот налога на недвижимость, конечно, эти наши дороги и мосты, с одной стороны, понятно, что их нужно приводить в порядок, но ведь это все зависит еще и от возможностей бюджета. Вот господин Бергменис предстоит согласие, что-то было сделано, действительно, там очень много было отремонтировано школы, детских садов, объектов культуры. Вот что касается дорог и мостов, как вы это видите? Ну, мы все, дорогие радиослушатели, может видеть, да, как изменилась Рига за последних вот 10 лет, да? То, что случилось потом, это уже отдельный разговор, да? Но я хочу сказать еще немножко про эту землю, да, буквально чуть-чуть. Вот эта земля под многоквартирных домов, это было в 90-е годы допущена ошибка большая, да, что государство дало возможность приватизировать эти земли, да, тем предыдущим хозяевам, да, которые были... Вместо того, чтобы просто выплатить им компенсацию, да? Да, или дать другую землю компенсационную, да? Потом случилось то, что эти земли моментально, как были, как были приватизированы или от ГУТОС, получены... Возвращены, да, возвращены эти земли путем, когда вот была динационизация, да, возвращены предыдущим хозяевам, тогда, значит, у них сразу эти земли перекупили другие бизнесмены, которые поняли, что объединяя усилия и концентрировая эту землю в одни руки, да, можно манупулировать с этими налогами, которые платят, вот им будут платить эти жители, да? Сейчас очень надо или очень важное решение, да, просто от государства, как оно тогда в то время допустило эту ошибку, им надо компенсировать вот этим владельцам, да, принять отдельный закон, да, и всю эту землю откупить и дать возможность или приватизировать, или компенсировать вот этим жителям, чтобы у каждого дома, под домом, да, ихним была и земля, и, поскольку вы заговорили о дорогах, это маленький вод, тогда вот что у нас в Риге, все жители очень жалуются внутриквартальными этими дворами, да. Рижская дума с большой радостью, я помню еще, когда я работал в думе, приходили люди, жаловались, мы обсуждали, да, Рижская дума не может вложить свои средства и делать, например, вот этих земляных баронов землю, да, мы не можем туда вкладывать средства, но тогда, если бы эта земля была бы земля собственников, да, они бы сами могли решать этот вопрос и ремонтировать, потому что в некоторых случаях они были даже готовы сброситься, да, но поскольку земля принадлежит одним квартире, другим, этот вопрос нельзя решить, да, а подъездные дороги, которые подъезжают к этими внутриквартальными двориками, принадлежит саму управлению, да, они делают, было бы очень, очень вот это нужно, да, решить этот вопрос с этими землями. – Ральф, как Ральф Немио, напомню, партию КПВРВ представляет, все-таки на Ваше взгляд, вот мосты, дороги, как решить этот вопрос? – Ну, Вы знаете, это решение невозможно в один день, конечно, решить, поскольку, я помню, мы тоже, когда до главы тылт мост закрывали, мы получали от БВКБ, значит, соответствующий документ, мы видели, в каком состоянии он сейчас… – Бюро по контролю за строительством, да? – Конечно, да, Бюро по контролю за строительством, совершенно верно, и тогда, когда есть вопрос о безопасности, о жизни, то есть людей, которые перемещаются под мостом и перемещаются на мосте, и еще есть вопросы, что это может быть небезопасно, конечно, лучше тогда быстро отрешать или закрывать до следующего документа или до соответствующих работ. Я думаю, что, в принципе, если мы смотрим на срок, и это не срок, когда созываются депутаты на 4 или на данный момент на 5 лет, но смотрим на 20 лет, конечно, несколько мостов надо вообще сносить, я думаю, что от Даглова, ВЭФ и… ну, ВЭФ вообще надо больше делать, потому что там 4, то есть дороги соединяются в 2, да? И Браслос, конечно, постепенно, поскольку закрывать сразу невозможно, там вопрос о транспорте, но в любом случае этот вопрос надо решать концептуально. Если мы смотрим по вопросу, который господин Бергман сейчас тоже говорил насчет земли, я думаю, что здесь есть возможность решить тот вопрос то же самое, как со строениями, например, в историческом центре. Тот, который не занимается и не благоустраивает фасад нашей столицы, он получает, он должен платить кадастровую стоимость в 6 раз больше, не 0,5%, а 3%. И в этом случае земля, ведь тоже собственность, она тоже становится деградированной. И если Рижская дума тоже соответствующие принципы давала бы не только на строение, но и на землю, собственник или этот барон, например, земельный, он тоже должен был благоустраивать. Тогда хоть какая-то возможность этот вопрос решить во благо жителей, да? То есть, тут есть возможность, как решать вопросы. Я еще хочу сказать насчет дорог и мостов, да, помните, еще вот в 2009, 2008, в тех годах, когда трава возле дома была зеленее и солнце было ярче. И мы моложе, да. Да, 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 мы были все моложе. Тогда, если помните, был такой порядок, да, что правительство тоже, и скажем, ну, латвийское правительство брало в свои руки или, скажем, компенсировало половину мостов, да, ремонта мостов, и были еще разные другие компенсации, которые в течение всех этих годов просто отобрали, да. Но если мы посмотрим с другой стороны, да, есть фонд выравнивания самоуправления, да, в которые Рига вкладывает каждый год около, ну, от 70 до 90 миллионов, да. И вот эти деньги можно было израсходовать, да, вот именно на ремонты мостов и дорог и так далее. Как бы это такой, ну, может быть, радиослушателям кажется маленькая цифра, да, но очень много можно было сделать бы на эти деньги, да, но с одной стороны нам вот то, что было сотрудничество с правительством, да, и они тоже помогали нам строить и дороги, и Рига, это половина Латвии, считайте, да, поэтому я думаю, что это только логично, да, если правительство берет и помогает в этом смысле и, например, городоначальнику Риги, да. Да, но это всего отобралось успешно, да, но зато другие все платежи, которые Риге надо платить другой части Латвии, все остались, да, вот поэтому вот эта несправедливость, может быть, Ральф может прокомментировать тоже. Да, вот еще такой момент, господин Немиор, я хотел вас спросить, все-таки, что касается развития города, да, вот, ну, план, как мы знаем из-за того, что думы распустили, план до 30-го года не был принят, но все-таки не покидает ощущение, что такого ясной концепции и видения развития Риги все-таки не было до сих пор, может быть, из-за этих каких-то политических скандалов и дрязг, которые были, все-таки, как вам кажется, как вам видится развитие Риги и что нужно делать? Ну, вы знаете, если так, ну, я не вижу, что Рига это такой, как бы, остров, который не существует в, ну, то есть, в тесном контакте с остальной Латвией, да, то есть, я думаю, что мэр Риги должен сотрудничать и с правительством в плане, из-за того, когда я был министром экономики и тоже встречался с бывшим мэром, мы думали о развитии индустриального и парка, мы думали о довольно одинаковых, как бы, объектах развития, которые тоже есть и в Тарту, и в Таллине, и в Вильнюсе. Я считаю, что очень важно не только смотреть на туризм, который, конечно, в Риге есть, но и на аспекты безопасности, поскольку, к сожалению, мы видим Тянгаракс, Болдырая и несколько других районов, где люди тоже, когда мы едем туда общаться, говорят, что безопасность номер один. Потому сотрудничество с правительством, я думал, например, мэр Риги должен сотрудничать с министром внутренних дел, мы должны вопрос решать по камерам, по освещению города, значит, это очень простой, создание Рига с Гайсма, а также такому интересному предприятию, как Рига САЦ, да, я не знаю, нужно ли ее вообще, да, но, конечно, муниципальная полиция, сотрудничая с госполицией и с министерством внутренних дел может развивать безопасность в микрорайонах намного больше. А также, конечно, в этом случае мы говорим о дворах, поскольку я не думаю, что надо смотреть Ригу через Старую Ригу. В Старой Риге там много туристов, горожане, в принципе, в Балдарае, Дагаугре, Ватянгаракс, они хотят себя чувствовать и безопасно, и хорошо, и комфортно в своих микрорайонах. Так что Старую Ригу, мы понимаем, что это визитная карточка Риги, но там не живут большинство наших жителей, там живут по большому счету наши гости. Я хочу маленькие дополнения еще сделать насчет безопасности. Я могу сказать, кто не помнит, я был и членом, замруководителем Комитета по безопасности. И, значит, еще в последних месяцах, когда существовала наша Дума предведущая, было принято решение о 40, 46 или 44 новых камер, значит, разместить в районе Балдарае, Дагаугривы. И это решение было, там даже сумма была акцептирована, и эту сумму мы нашли с того бюджета. И, значит, мы даже приняли решение о том, что надо делать, и разместить эти камеры. И потом, когда развалилась Дума, временная администрация пришла, и это решение тут же отменило. То есть жители Балдарае, Дагаугривы, которые могли получить, скажем, безопасность. Ну, и камеры наблюдения ставят по тому, что, ну, в принципе, полицейского же это, скажем, ну, людская сила, это всегда дороже, да, чем в центре можно смотреть, монетировать вот эту окрестность, да, которая, скажем, ну, по статистике там больше всего происходит преступление. Ну, сейчас мы видим на улице Брунинека обсуждается, что вот какие-то, так сказать, там наркоманы, анклав какой-то образовался. Да, ну, вот, скажем, мы, я еще руководитель организации СтопДрагс, да, которая в свое время мы боролись против спайсов, да, или так называемых легальных наркотиков, но мы так их не называем, потому что легальных нету наркотиков, да. Сейчас вот эта ситуация на Брунинеку, там, естественно, что был всплеск вот этих тяжелых наркотиков, да, и мы соединились и, скажем, встречались и с госполицией, представителями госполиции, да, там объясняли, что ситуация контролируется, действительно, там была проблема, да, ее успешно решили, да, мы как общественная организация предлагали принять участие в этом, да, но у нас нету таких полномочий, как у полиции, да. Вот сейчас о полиции чуть поговорим, господин Немиров, все-таки, ну, ваш коллега, однопартиец, который представляет КПВ, ЛВ, министр внутренних дел, что тут можно сделать, какое должно быть взаимодействие, к примеру, с Рижской муниципальной полицией, с общественной организацией, с теми же СтопДраговцами? Я считаю, что, во-первых, в таких эпизодах самое главное обменяться информацией, потому что есть информация у госполиции, ну, оперативная информация, есть информация у полиции, муниципалитета и есть, возможно, информация у разных общественных организаций. Мы ведь хотим, чтобы не было бомжей, наркоманов и как мы это можем, то есть, эту цель достичь только обменом информацией, потому что госполиция, которая имеет возможность и начать криминальные процессы, и произвести соответствующие жесткие оперативные действия, это все возможно сделать. Потому я всегда вот говорю, что греческий мэр и должен сотрудничать с правительством, быть тесной, информационной, то есть, менеджировать все эти процессы, совершенно верно, и в один момент мы будем видеть намного больше улучшений. Мы даже слышим, что есть такие проблемы в 15-м троллейбусе, еще в каких-то микрорайонах, там бомжи, антисоциальные элементы, но опять же, полиция муниципальная может работать превентивно, а госполиция уже жестко, да, то есть, и сотрудничая с разными, то есть, общественными организациями, обмениваться информацией и больше работать не на такой, как бы, уже обстоятельства, как человек случились, но чтобы этот вопрос предвидеть, я вижу, что это совершенно возможно. Да, но вот если мы говорим о том, чтобы привидеть, мы все помним этот, ну, скандал, который был связан с улицей Тербатес, потому что, с одной стороны, вроде бы, понятно, желание, может быть, летом, ну, теперь уже временно администрацией создать какой-то людям, не знаю, праздник, сделать улицу пешеходной, активизировать торговлю, с одной стороны, с другой стороны, мы же все понимаем, что узкая улица, да, массовое мероприятие, ну, какая же там социальная дистанция, да. Ой, у меня накопилось, я могу сказать, да, первое, потому что, ну, я не знаю, поймут меня радиослушатели, но действительно накопилось, но более, более вообще бредовую идею, я, ну, я вот скажу сейчас свое мнение, да, чтобы никто не обижался, да, я даже не могу придумать это, да, закрывать улицу Чака, да, на ремонт, и прекрасно мы видим, что там вместо, вместо четырех полос, да, осталась, в принципе, одна на улице Чака, да, и параллельную улицу, по которой можно двигаться авто, свободно можно передвигаться автоводители, да, ее мы закрываем, да, но как это вообще возможно, да, значит, везде в Риге образовываются пробки, да, те же самые жители улицы Тербатес, да, они тоже жаловаются, потому что они тоже к своему дому не могут подъехать, да, но тогда надо это же делать с какими-то, не потому что вот сейчас выборы надвигаются, да, мы сейчас сделаем просто вот центральную улицу, значит, центральную улицу, по которой, ну, скажем, она не центральная такая, а класса, да, но одна из параллельная улица мостов, да, то есть мы ее сейчас закроем и сделаем пешеходную, чтобы, например, с одной стороны улицы Чака по другой улице Чака, ну, я один раз засек время, это было такое время пробок, да, ну, 30 минут, чтобы проехать туда, ну, даже больше было, 35-30 минут, да, и уважаемые автоводители тоже, я думаю, что со мной согласны, ну, тогда ты придумай, расширь какую-то другую улицу, да, ну, мы же, по-моему, не открыли еще какие-то параллельные улицы, потому что у нас в Риге с сообщением вообще очень, ну, у нас мы ограничены в возможностях расширить какие-то улицы, да, и просто мы с одной стороны мы делаем южный мост, да, чтобы как бы освободить центр от пробок, да, с другой стороны мы центральные улицы просто берем в один день, принимаем решение и закрываем. Почему это решение не обсуждалось, не, ну, как следует, скажем, не спрашивали мнения жители, жители, в первую очередь же мы работаем во благо жителей, а мы у них спросили, им нравится эта улица сейчас, что она закрыта. Да, это сандрисберность была из согласия, представитель КПВ ЛВ, Родни мира, как вы считаете? Да, вы знаете, я думаю, что вопрос очень прост, зачем закрывать параллельные улицы, почему не перпендикулярные, например, да, чтобы можно было бы проехать, чтобы были варианты, да, почему не создать такую же самую улицу, например, где-то в Старой Риге, где транспорт может быть и не так обязательно, но поймите правильно, я не понимаю, как может быть что-то такое в плане администрации, который представляет как бы министерство среды и министр, например, здоровья, перед тем очень жестко напоминает, не забудьте про два метра, да, и здесь происходит что, ну там просто толпа, люди в Риге на данный момент разные, границы у нас открыты, кто-то приезжает с Польшей, кто-то с Литвы, кто-то с Финляндии, кто-то с Эстонии, кто-то еще откуда приезжает, там они все собираются, кто-то кашляет, кто-то не кашляет, да, и что, зачем такой риск, если ситуация на данный момент не только, если мы смотрим на аспект транспорта, но это очень правильно, но и эпидемиологический, да, не надо такие концерты здесь в центре Риге делать, ну можно сделать, например, на пляже в Болдырае, или где большое пространство, где большое пространство, у нас сейчас лето, пожалуйста, то есть, да, но я согласен с господином Бергмансом в плане того, что здесь происходит как бы немножко такая предвыборная как бы кампания, вот мы вам сейчас дадим возможность, а что в конце концов получилось, получилось то, что мы видим очень много транспортных проблем, а во-вторых, здесь мы рисковали жителями Риги и гостями Риги здоровьем, да, я не вижу, что это была вообще целенаправленная акция, в-третьих, жители и рабочие, которые работают на Тарбетасу улице, тоже не имели возможности реализовать то действие, которое у них было, например, ежедневно, привоз разных продуктов и всего остального, там же есть и кафе, и другие предприятия, так что это я не вижу, что совершенно правильным моментом, улиц много, можно закрыть улицу, окей, хорошо, на один день где-то по очереди, Болдырае, Тянгаракс, благоустроить, я не знаю, там разные вопросы, а мы все время лезем в центр. Да, еще, я хочу еще немножко дополнить, да, ну разве нельзя было придумать вот этот предвиборный Сабантуй, да, я так его называю, ну хоть на площади, хоть на площади там делать Лиевов и еще что-то, да, но они в то время, когда они сами, правительство делает ограничения, самые сильные, да, они прижимают наших предпринимателей, да, придумают разные способы, как их ограничить и во времени, и во средствах, да, мы все знаем, как пострадал у нас с этим вирусом наши, скажем, туристические, скажем, места. Да, вот извиняюсь, что перебиваю, все-таки, поскольку времени так много у нас, хотелось еще, может быть, один такой вопрос осветить, вот как раз в продолжении того, что вы сказали, по поводу действительно разогрева экономики, вот господин Немира, напомню, он представляет КПВ РВ, все-таки вы возглавляете комиссию по народному хозяйству, ваш министр, господин Виттенберг, возглавляет министерство экономики, это касается и Риги тоже напрямую, вот как разогревать экономику, вроде бы очень много идей было у правительства тоже, но вот что обыватели смотрят, они говорят, да, что-то происходит, спасибо за это, но в основном мы видим, что львиную долю средств ушло, аэрботик и господин Виттенберг, с одной стороны, вроде и надо было их поддержать, но а как же мы? Ну, в этом плане я тоже совершенно согласен, тут есть два уровня, во-первых, макро и второй микро, значит, макро это значит то, что министр экономики должен смотреть на, в плане всего государства, ЛЭПА, Ядаугав, ПИЛС, там тоже люди живут, они занимаются предприятием, предпринимательным деятельности и так далее, но если мы смотрим в плане Риги тогда, когда я был министром экономики, мы много работали на присоединении инвестиций и туризм, туризм в принципе у нас, входящий туризм это примерно миллиард евро в бюджет общий, то есть, конечно, здесь мы можем развивать индустриальные парки, и я, честно говоря, смотрю на не другие страны, а на ЛЭПА, например, на Венспилс, на даже Алуксны, там такие парки развиваются, строятся, конечно, небольшие монстры, как раньше был, там ЛЭПА, СМЕТАЛУРКС или что-то такое, в этом плане там развиваются маленькие обрабатывающие предприятия, и я знаю, когда мы общались и с японцами, и с китайцами, и даже представителями разных государств, например, там тоже приезжали представители Беларуси, они видели потенциал, здесь коммуникации есть, здесь среда есть, транспортная инфраструктура есть, порт есть, всё есть, да, то есть, здесь просто надо план присоединения инвестиций, и в этом плане его работать и главное, главное, не мешать предпринимателю, потому что предприниматели всегда знают, что они хотят сделать, им просто не надо создавать проблемы. Я вам хочу сказать ещё, посмотрите, соседние государства, да, например, та же самая Литва, Польша, да, каждый дом, когда вот ты едешь, например, через эти государства, каждый дом, там есть рядом какое-то маленькое предприятие, маленький заводик, да, но даже посмотрите вот нашу продукцию, которая в магазинах, в Дрогосе, везде, всё парфюмерия, всё производится в Польше, да, которая идёт к нам, но я вам скажу как предпринимателю, почему у нас такое нет, во-первых, надо вот этот незаконный налог на электричество отменить, потому что здесь всё дорого, здесь большие… Семеструемость продукции, да? Естественно, потому если мы сделаем так, что мы этот незаконный налог на электричество отмениваем, нам надо дать возможность предпринимателям освобождения от налогов, да, или как, например, в Швейцарии 3%, когда, пока ты раскрутишься, да, пока ты заработаешь себе какое-то, какие-то, дать налоговые, например, льготы, да, и будет у нас и производство, потому что мы про это всё время забываем, что нам, нашей стране надо стремиться к тому, чтобы у нас хотя бы, ну, на 70-80% производство, как говорится, развивалось так, как оно было, например, там, в те плохие советские времена, да, когда у нас вот были очень такие, ну, такие… Развитые. Развитые и очень на весь, скажем, мир такие заводы большие, ну, названия… Которых уже нет, к сожалению. Которых уже нет. Да, и времени у нас тоже больше нет, вот так вот время быстро подошло к концу, активно мы поработали, большое спасибо нашим гостям. Ральф Немиро, КПВ, ОВ, Александр Сбергман, согласие, большое спасибо. Да, до свидания. До свидания.